25 апреля в Доме журналистов Многие спортсмены, люди очень медийные, они часто выступают с хорошими и полезными инициативами, подключаются к каким-то острым жизненным проблемам у людей. И, в принципе, формат спортивных событий, вот таких как забег на 800 километров, это огромная цифра, это очень сложное, серьезное мероприятие. Оно уже привлекает к себе внимание, это вызывает большой интерес, поэтому, конечно, такие формы взаимодействия, они очень правильные, они очень интересные, они очень позитивные, они действительно несут добро. Главный герой предстоящего события Андрей Неридный стартует 10 мая в Санкт-Петербурге и планирует за 10 дней пробежать 800 километров вокруг Ладожского озера. По пути он будет рассказывать о том, кто такие палеотивные больные, как им можно помочь и об Омском благотворительном фонде «Обнимая небо». Рассказать об этих людях, сказать, что им необходимо эта помощь. Это как раз молодые люди, у них цель акции привлечь внимание к инвалидам возраста от 18 до последующих более таких лет. Это не дети уже, поэтому в процент увлеченных людей спортом можно отвести тех же инвалидов, колясочных, потому что они не вошли в эти проценты. Их действительно в России гораздо больше людей, увлекающихся спортом. Именно вот это желание помочь, рассказать, привлечь и привело к такого рода формату проведения мероприятий. Сегодня под опекой фонда «Обнимая небо» находятся несколько десятков молодых людей от 18 до 35 лет. Мы хотели дать им шанс и возможность вести активную жизнь, насколько позволяет их снаружи. Это посещение различных культурно-массовых мероприятий в городе, это прогулки, это участие вне города, в конце концов. А для того, чтобы им дать такую возможность, нужны, конечно, и средства, и ресурсы. Поэтому, когда мы узнали, что Андрей нам предложил такое классное событие, что он побежит и побежит для этих ребят, мы, конечно, не задумываясь, согласились и очень благодарны ему. Поддержать акцию можно, пробежав с 10 по 21 мая какое-либо расстояние на трассе забега или в любой другой точке страны и затем выложив фото и информацию в соцсети, либо оказав финансовую поддержку.